Привет всем! Сегодня будем мы готовить шулюм. Ставим на костер подставку для нашего котелка-казанка, или как он называется, чугунка, вобли. И наливаем туда масло подсолнечное. Дно где-то мы закрыли на палец, на указательный где-то. И добавляем почти половину масла сливочного. Пусть у нас там топится. Нам понадобится свиная обрезь. Смотрите здесь и хребет, и хрящички, что только нету. Картошечка, лучок, соль, помидорчик. Смотрите какой прям хорошенький. Потом понадобится нам зира, перец горошком, перец красный и лавровый лист. Ребят, у нас там уже все шкварчит. Пора добавлять наши косточки. Ребят, добавляем и сразу размешиваем. А то будет прилипать. Будет навариться, сытный. И очень вкусный. Кстати, какое-то блюдо видел и пробовал. Кстати, меня научили тоже в интернете. По-моему, мясо по Кремлевски. Тоже там с маслом со сливочным. Очень обалденно вкусно. Уже испытанный рецепт, правда, в другом блюде. Ребят, смотрите, как все шкварчит. Сейчас еще немножко, небольшое время, и будем добавлять лук и морковку. Ребят, пришло время загружать лук и морковку. Лук я вот так порезал. И морковку вот тоже. Можно, в принципе, и крупно, ничего страшного. Было время, порезал мелко. И начинаем перемешивать. Мясо мы достали наверх, положили. И сейчас там у нас пассируется в нашем соке, можно сказать, в нектаре. Там и масло. И в итоге вот этот сок от мяса. Пришло время добавлять помидор. Теперь можно перемешать. Опустить вниз помидорчик, чтобы вместе с остальной этой вещью уже готовился. А косточки пусть сверху остаются. Вот сейчас посмотрите, как здорово все красиво получается. Вот как-то так пока. Ребят, смотрите, какой бульончик начался. Это значит, получается то, что пора нам уже посолить. Сейчас посолим и перемешаем. Запах, я не знаю, передать не могу. Если кто-то будет пробовать готовить такое блюдо, ощутит все прелести этого блюда по запаху и по вкусу. Ребят, смотрите, закипело. Это значит о том, что надо нам половинка казана добавить в водички. Половинку добавили и ждем закипания. Смотрите, какой цвет аж приятный. Прям уже хочется его есть. А запах я передать не могу. Смотрите, какой цвет. Пошли первые бульки. Можно добавить перец горошком. Ну вот кучка здесь, у кого как по вкусу. Я вот где-то в районе 6-7 где-то. Берем зиру. И в итоге... Сейчас это много взял, я убавлю. Вот примерно вот столько. Пол чайной ложечки. Растираем. И добавляем в горшочек. Так, начало закипание быть. Вот, уже начало закипать у нас. Теперь мы грузим туда картошку. Картошку, ребят, по вкусу. Можно вообще, если она не совсем большая, целиком кидать. Шулем он для того и есть. Шулем, что у людей в те времена, в давние, как бы ни ножей толком ничего не было. Вот. И некогда было заниматься. Все целиком туда кидали. У меня было время, я вам порезал все. Это блюдо. И даже непонятно, откуда оно взялось. Как бы вот есть поверье, что татаро-монгольское иго, когда было, якобы как бы оттуда оно. Но оно сейчас, в данный момент, модернизировано. В те времена они... Что было? Там, допустим, подножный корм какой-то. Там травки добавляли всякие. Раньше помидор там, я думаю, навряд ли они где-то могли найти или еще что-то. Но в итоге вот как-то так. И добавляем туда водичку нашу. Красный перчик добавим для остринки. Ребят, по вкусу делайте. И ждем закипания. Ребят, перед закипанием, вот сейчас пенка начинается, мы добавляем 4 чесночины, 4 головки. Ребят, кто любит чеснок, можете побольше. Кто нет, можете не класть. И добавляем лавровый лист. Ребят, тоже по вкусу кидайте. Кто-то, может быть, не любит. И ждем закипания. Как закипит, чуть-чуть в сторону отодвинем. И пусть наше блюдо готовится в районе 40 минут. Началась пенка сверху. И теперь у нас наш лавровый лист всплыл. Можно его теперь утопить и перемешать наше блюдо. Ждем закипания. Ребят, вот у меня закипело. Я думал, отодвигать придется мне чуть-чуть в сторону. Но я смотрю, у меня угольки не такие сильные. Не такой сильный огонь. Я думаю, подойдет. И вот на слабых угольках, или вот огоньке, будем готовить дальше. Хочу что сказать. Допустим, если вот так вот, как мы сейчас готовим, томленое получается у нас потихонечку. Это займет в районе полутора часов. А если на большом огне, на быстром, то 40 минут. Ребят, прошло в районе часа. У нас томится. Смотрите, какая красота получается. Теперь можно попробовать на соль и на все остальное. На готовность. Соли достаточно. Берем картошечку, попробуем. Смотрите, она разваристая такая, приятная. Наше блюдо готово. Пора его уже накладывать и есть. Ребят, накладываем. Ох, какая штука вкусная. И чесночок положу. И косточку. Ох, блин. Запах изумительный. Идем пробовать, ребят. Ребят, дегустируем. Берем зелень. Ребят, зелень обязательно. Витамины надо употреблять, особенно если лето на дворе и она растет. Вот, перемешиваем и пробуем. Ребят, ну что я могу сказать? Только так, больше никак, ребят. Очень вкусно, очень вкусно. Я уже картошечку пробовал. Сейчас вот попробовал бульончик шикарный. Ну, еще разок. Вот здесь как раз кусочек мяса попался. Мясо шикарное. Рекомендую, ребят. Такая штука. Кому понравилось, ребят, ставьте лайки. Кому нет дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока. Пока.